Hello, I'm Alex. Welcome to my channel ProEnglish. В этом видео мы с вами разберем последнее задание, четвертое устной части ЕГЭ по английскому языку. Итак, в этом задании от вас требуется найти сходство и различие между двумя фотографиями. На подготовку вам дается полтора минуты, на ответ две минуты. От вас хотят услышать в среднем 12-15 предложений. Сейчас я вам дам несколько советов, которые помогут вам получить максимальное количество баллов за это задание. Они чем-то похожи на советы третьему заданию. Первое – это следуйте плану. Вам дается план, придерживайтесь его. Это обеспечит половину успеха. Далее – это, конечно, лексика. Используйте хорошие синонимы, слова, выражения и фразы. Также помните про слова-связки. В этом задании у вас должна быть четкая структура, то есть чем-то это похоже на эссе. Ну а теперь давайте проработаем это задание. Найдем сходство и различие между двумя фотографиями. Смотрим. Четвертое задание звучит следующим образом. Изучите две фотографии и через полторы минуты будьте готовы сравнить и противопоставить эти фото. Вы будете говорить не более двух минут. 12-15 предложений. Вам придется говорить без остановки. То есть это будет монолог. Первый пункт плана – give a brief description of the photos. Action location. Дайте краткое описание фотографий. Действия – местонахождение. Начинать свою речь следует со следующей вводной фразы. You can see two pictures which show us different ways of spending free time. Далее я пишу на две фотографии. There is a young girl who is cooking something in the first picture. To the left of the girl there are fresh vegetables. The girl looks slim and physically fit. So I suppose that she is keen on a well-balanced diet and leads an active life. In the second picture you can also see a young girl who is snowboarding somewhere on a snowy hill nearby a town or a city. She is wearing special clothes for snowboarding and is posing for a photographer. Следующий пункт плана – say what the pictures have in common. То есть найти сходство фотографий. These two pictures have several things in common. Firstly, both photos show young girls who are spending their free time doing things they really love and enjoy. Secondly, the girls are probably of the same age. I believe they are around 20 years old. Следующий пункт плана – say in what way the pictures are different. On the other hand, the pictures have differences as well. The most obvious one is the activity itself. The first girl is cooking and the second one is snowboarding. In addition, the first picture was taken inside in the kitchen and the second photo was taken outside on the snowy hill. И последние два пункта плана мы объединим в один параграф. То есть нужно сказать, какая из видов деятельности вам больше нравится и объяснить, почему. I would prefer the activity from the filter number one, as I am fond of cooking healthy vegetarian dishes. It helps me to keep fit, as people say, a sound mind in a sound body. В конце стоит сказать заключительную фразу. That is all. Thank you. Как вы видите, мы следовали плану и использовали слова, фразы и выражения, которые помогают нам сделать наше высказывание более логичным и структурным. Как вы уже догадались, полезные фразы и выражения, которые помогут вам набрать максимальное количество баллов за это задание, вы можете найти внизу в описании к этому видео на YouTube. Также эти же материалы есть в моей группе ВКонтакте. Заходите в тему для обсуждения, которая так и называется «Полезные материалы для устной части ЕГЭ по английскому языку». На этом всё. Я надеюсь, вам понравилось. Эти видео вам очень помогли при подготовке к устной части ЕГЭ по английскому языку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. See you guys. Bye-bye.